Нарушения найдены на свалке в поселке Турлатова. Напомним, что там незаконно утилизируют химические отходы. Буквально на голую землю сливают полиол, серную и соляную кислоту. Губернатор на традиционной пресс-конференции подчеркнул, что этим вопросом плотно занимаются все правоохранительные органы. От природоохранной прокуратуры до комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока в данном случае не понимаем, четко закрывать надо этот полигон свалку, либо устранить нарушения. Это должно быть все в законном порядке установлено. Нельзя рубить себя с плеча. Губернатор повелел закрыть срочно свалку, хотя у меня по помощи закрывать свалки нет. Поэтому нужно, чтобы все сделано было по закону и потом никто это не отыграл. Другим острым вопросом стал частный лагерь «Лесная сказка», который раскритиковали иркутские школьники. Николай Любимов отметил, что проблему преувеличили. Комиссия не нашла нарушений, из-за которых лагерь можно было бы закрыть в судебном порядке. Какие могут быть ожидания, если люди едут, у нас уже неделя 8-10 градусов тепла, они привозят детей в сланцах, простите меня, и в шортах. Ну куда они ехали, скажите? В «Лесную сказку» они ехали. Или в «Орленок», или в «Артек». То есть, понятное дело, нам пришлось в пожарном порядке хватать возможных спонсоров всех, потому что это не бюджетка должна быть, и покупать детям одежду. Не обошли вниманием и тему социальных выплат. Во время прямой линии президент отметил, что семьям с детьми до трех лет будет выплачиваться пособие в случае, если доход меньше двух прожиточных минимумов. Выплату начнут осуществлять с 1 января 2020 года. Эта мера позволит увеличить с 40% количества семей, которые могли претендовать на эту выплату, до 70. То есть, в количественном выражении, как минимум, было 3 тысячи семей, которые получали эту выплату и имели на нее право. Будет 5 тысяч семей. В Рязани создадут первый в России агротехнопарк. Его строительство было анонсировано еще в июле текущего года. Сейчас разрабатывается полноценная концепция проекта, которую должны представить правительству Российской Федерации. По задумке, агротехнопарк объединит науку и производство. Мы рассчитываем, что там будут появляться, во-первых, конструкторские бюро и научные центры. Вот от ведущих наших, как научно-исследовательских институтов, так и вузов. Во-вторых, промышленные предприятия, которые будут производить продукцию для сельского хозяйства. То есть, новые какие-то виды продукции, ну, либо импортозамещение будет на этой площадке тоже организовано. Ну, и сельхозпредприятия тоже. То есть, определенные фермы, определенные комплексы, как животноводческие, так и молочные. В Рязани построят новый онкодиспансер. Он станет клиническим. На его базе будут развиваться новые технологии и научные разработки. Сейчас создан проект учреждения. За основу был взят план диспансера в Курске. Объект должен быть, конечно, самым высокотехнологичным. И заявка наша еще пока не отвергнута, рассматривается Минздравом. Ну, для этого нужны, естественно, федеральные дополнительные средства в рамках нацпроекта. Они уже и так распределены. Мы будем рассчитывать на дополнительные средства и помощь, конечно, наших депутатов. Губернатор прокомментировал ситуацию с ОДКБ, когда врачи и медицинский персонал массово написали заявление на увольнение, требуя сменить заведующего одного из отделений. Он подчеркнул, что в этом году в больнице была проведена федеральная проверка, которая нашла серьезные нарушения. Это снижение показателей лечебной работы, недостаточные темпы внедрения новых методов, высокотехнологичных практик и так далее. Поэтому, собственно, нужно было какое-то обновление. Отреагировал губернатор и на обращение родителей детей-инвалидов, которые пытались обратиться на прямую линию к президенту. Николай Викторович подчеркнул, что медицинских реабилитационных центров в стране нет. В Рязани его пытаются создать на базе санатория «Сосновый бор». Он обеспечит медицинской помощью детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми формами. Сейчас уже прорабатывается нашим Минздравом возможность получения лицензии как раз по этому направлению, по медицинской, не социальной, а медицинской реабилитации детей-инвалидов. Мы сознательно, не только на социальной реабилитации, будем делать акценты. Это будет социально-медицинский реабилитационный центр. Заключительным вопросом стал мост через реку Аку. Губернатор подчеркнул, что при реконструкции найдены серьезные нарушения. Для их исправления нужно использовать другую технологию. Как именно устранить недочеты, специалисты еще спорят. А вот мост-дублер Солочинского моста построят на северо-востоке города. Сейчас ищут средства на его проектирование. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».